Друзья, день воскресный, день чудесный. Прямо сейчас мы находимся в Анапе, куда мы прилетели записать свеженький сюжет о недвижимости. Прямо сейчас 8.30 утра. Впереди у нас насыщенный съемочный день. Сегодня мы побываем аж на трех объектах от одного местного застройщика. И все они в разном ценовом диапазоне. Будет наиболее доступный, средний по цене, ну и конечно же побогаче. Я покопался в интернете, я подготовил для них колкие вопросы, про которые пишут местные жители, которые когда-то купили у них недвижимость. Вот и послушаем, что они на это ответят. На дворе осень, и очень много людей по нашей стране жалуются на жизнь в наших городах в силу климата. Серость, грязь, слякоть. Я про это уже неоднократно говорил. Действительно большое количество людей рассматривают наш юг для переезда на постоянное место жительства. В этом видеоролике я хочу вам показать, что такое недвижимость на юге нашей страны, в частности в Анапе. Вы посмотрите, услышите цены, увидите, как это строится и уже для себя примите решение, стоит вам его рассматривать или нет. Этот ролик максимально насыщен по материалу, поэтому, досмотрев его до конца, гарантирую, вы для себя полезную информацию точно получите. Приятного вам просмотра. Допиваем кофе и начинаем. Потрясающе. Сюжет снят за один съемочный день. Уместить в одном ролике три объекта задача не из легких. Мне помогали представители застройщика. В сети кто захотят сказать реклама. Даю вам стопроцентную гарантию, что по окончанию просмотра с вашей карты не спишется ни копейки. Не отвлекайтесь, чтобы не потерять сюжетную линию. Показав вам кадры с коптера, я думаю, вы в шоке от масштабов. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. 160 гектар. Гольф-клуб Раевский, на территории которого расположен поселок, где можно купить себе таунхаус, дом, построить под себя виллу. Я бы вам мог все это рассказать, но здесь есть потрясающая девушка Арина, которую нам сейчас детально расскажет. Арина, вот будь добра, первый раз я к вам пришел, объясни, что здесь расположено, а после этого мы с тобой прокатимся и посмотрим все вживую. Ну, напомню, да, что мы находимся на территории гольф-клуба Раевский. Здесь у нас строится наш коттеджный поселок, наш масштабный проект. Первое, что вас встречает, это круглосуточный пункт охраны. Здесь у нас находится большой гостевой паркинг. И, проходя вниз, вы проходите в наш замечательный ресторан, действующий 9-я лунка. Далее вы попадаете в административное здание, в котором находится отдел продаж. На втором этаже, на первом этаже у нас находится ресепшн, на котором можно задать все вопросы по гольфу, узнать расценки и так далее. Здесь находится большое тренировочное поле. Раз, два, а? Попались? Это я вас разыграл! Далее у нас находится теннисный корт. Он уже заканчивает свое строительство, скоро будет введен в эксплуатацию. Здесь у нас находится комплекс апартаментов. Первый уровень уже введен в эксплуатацию, можно отдыхать самим и использовать для размещения гостей, которые к вам приезжают. Чуть позже будет строиться второй уровень, и сейчас приступили к строительству бассейна. Далее у нас идет жилая зона. Рядышком будет строиться большой клаб-хаус и детская гольф-академия. Жилая зона, которая состоит из нескольких типов недвижимости. Это у нас дома в стиле хай-тек. Участки размежеваны в основном по 9 соток. Это дома в стиле таунхаусы и дома в европейском стиле. Также у нас есть зона участков, где можно разместить частные виллы. Они в основном идут порядка 30 соток. И там можно разместить любой проект, который вы посчитаете нужным. Ограничений нет. То есть от и до по квадратуре. То есть можете предоставить любой проект, который вам нравится. Мы его обязательно просчитаем. Если вас устроят по цене, мы готовы построить вам дом вашей мечты. Итак, друзья, находясь в Анапе, стоять возле макета. Ну, красиво, все эффектно. Поехали, прокатимся на гольф-каре и посмотрим, как это все дело выглядит вживую. На всякий случай, еще раз для тех, кто не понял. На огромной площади в 160 гектар расположен гольф-клуб. На территории которого застройщик, местный под именем Гамма, ведет строительство домов в различных стилях. Назвал он это гольф-деревня Предгорье. У вас есть, естественно, отдельный въезд. Вы доезжаете спокойно до своего жилья, паркуетесь и проживаете. Акцент, конечно же, делают на том, что расположен удачно, недалеко от города. Здесь мягкий климат, тишина. Все чисто, аккуратно, все выстригается, убирается. Также есть пруды, куда можно пойти половить рыбку, поиграть в гольф, побегать, позаниматься спортом. В общем, такой уровень жилья из серии очень комфортно. Бизнес-класс. Это естественные препятствия, это сделано специально для игры в гольф. И здесь находится на данный момент 9-ти луночное гольф-поле. И оно сейчас переоборудуется в 18-ти луночное поле европейского уровня. То есть все идет на развитие инфраструктуры здесь. Давайте посмотрим разные объекты, как они выглядят и кратенько пробежимся по ценам. Очень часто ходят споры, шуточки про москвичей. В частности, про тех, кому в наследство досталась квартирка в центральном административном округе от бабушки. Двушечка, трешечка. Потому что квартира может стоить 30-40 миллионов рублей. Но что это будет? Это будет 50-60 квадратных метров. Я вам показываю кадры с коптера. Вы видите так называемые частные дома. Отдельно здесь есть участки по 30 соток, которые предназначены под вилом. Но пока что сделаю ваш акцент на частные дома. Домик площадью 600 квадратных метров. На участке 19 соток. У тебя открытый бассейн, у тебя отдельно гараж, у тебя отдельно техническое помещение, у тебя куча всего. Можно выйти, открытая беседка. Ну понимаете, это же юг, жара, здесь что-то там делать с подогревами. Как правило, люди не делают. И факт в том, что говорят, вот этот дом в 2019 году был продан примерно по цене 32 миллиона рублей. Он заселен, люди здесь сейчас живут. Нам разрешили зайти на территорию поснимать, чтобы было просто понимание, как это выглядит. Мы вам показываем просто концепцию, как люди живут, кто что выбирает. Вот эти дома, которые вы видите на момент строительства, ценник был у них в диапазоне 27-36 миллионов рублей. Это за сам дом. Понятное дело, что отделочные работы все считается отдельно. Застройщик как делает? Ты приходишь, утверждаешь проект, оплачиваешь, фиксируется цена и 14 месяцев они берут на строительство. В дальнейшем все их объекты почему-то у них 14 месяцев на строительство срок. Естественно, земельные участки все размежеваны, вы получаете, конечно же, право собственности. И коммуникации здесь отдельно есть, потому что поселок полностью автономен. Какие-то дома достраиваются. Некоторые дома люди строили как инвестицию с желанием сейчас продать. Кто-то себе построил одну виллу. На виллу, говорят, ценник там бесконечный. Можно в 60 уложиться, можно в 160, в 360. Это, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но вот для колорита, согласитесь, неплохо, но дорого. Но есть объекты еще дороже, а есть объекты подешевле. Давайте вот к ним и отправимся. Конечно, выбор недвижимости просто огромный. И про каждый из этих объектов можно было бы снимать отдельные ролики минут по 30, чтобы все детально показать, рассказать. Наше время маленько сжато. И вот посмотрите, здесь нас встречают таунхаусы на 5,7 квартир. Ценник начинается от 10 до 17 миллионов рублей. А площадь от 100 до 220 метров. Вот так это дело выглядит. Озеленение делается. Друзья, подчеркиваю еще раз, что все на этапе строительства. Некоторые таунхаусы еще строятся. Поэтому давайте зайдем в один из них и посмотрим, что вы получаете за эти деньги и какая будет планировка внутри. Просто один живой пример. Вот эта часть получается ваша. Газончик ваш, стены ваши, ваш въезд персональный в гараж. Ну, также можно машину на время оставлять на улицу. Ворота можно будет закрыть. Отдельный выход. И вы заходите внутрь. Как выглядит планировка? Я вам сейчас покажу. Ну, у нас здесь такой довольно-таки большой таунхаус. Потому что здесь площадь 220 квадратов. Вы зашли. Здесь у вас гардеробное помещение. Потолки у нас 320. Эхо присутствует. Ну, сами понимаете, пространства много. Мебели нет. Здесь у вас идет отдельно первый санузел. Проходим. Поднимаетесь на второй этаж. Бетонная лестница. Под ней, как правило, некоторые делают кладовые. Либо как-то обыгрывают это. И вот здесь как бы изюминка этого хаоса. Огромный зал. Совмещенный с кухней. То есть пространства здесь действительно много. Там готовите. Здесь можно повесить большой телевизор. Сидишь, наслаждаешься. Там сделать зону для обеда. Но на самом деле зону для обеда здесь делают на летней террасе. Ну, как это выглядит. И мы попадаем на летнюю террасу. Мы в Анапе. Климат нам понятен. Большую часть времени года солнечная. Погода приятная. Здесь можно поставить шикарный стол. Стульчики. Посидеть, позавтракать. Жить в удовольствие. Я вот так походил, посмотрел. И одно могу сказать. Конечно, круто всем тем, кто может позволить себе работать на удаленке. Ты приехал. Семья твоя наслаждается погодой. А ты сидишь работаешь. Короче, все кайфуют, кроме тебя. Хочется тряхнуть стариной. Но побаиваюсь, что шейка у меня заклинет. Но тем не менее. Па! А? Вот такие дела. Ну, настроение шикарное. Конечно, охота, чтобы все побыстрее заселилось. Это, естественно, тоже ваша, так называемый, backyard по-американски, если говорить. Соседи, как правило, они, смотрите, делают живую изгородь, не ставят заборы. А вот, например, туи. Важный момент, что дома сдаются без чистовой отделки. То бишь, вы получаете вот плюс-минус в таком виде. Где-то, говорят, завели электрику, где-то ее специально. Они завоют, чтобы люди делали сами. Конечно же, вы, если пообщаетесь, захотите, чтобы с отделкой вам, с чистовой сделали. Вам это сделать и ремонт сделать, в этом проблемы нет. Поднимаемся на второй этаж. Вот заходим в первую, так называемую, мастер-бедрум. По-нашему, по-русски, главную спальню, где будешь спать ты, твоя супруга. Хочется пошутить, или супруг? Шучу. Панорамные окна. Сюда мы заходим. Здесь предусмотрено следующее. Это гардеробная, в первую очередь. Большая гардеробная. И дальше отдельно идет у вас, естественно, санузел. Ну и выходите вы на огромную террасу. Вот в чем плюс юга, что здесь делают огромные балконы, особенно вот в этом таунхаусе. Так как в Москве, в Московской области сейчас вообще не делают балконы. В лучшем случае лоджию стеклянную получить. А здесь, ты глянь, какая она. Здесь реально можно бегать, дети могут играть. Столы, стулья, отдыхать. Короче, работать здесь неохота. Здесь охота просто чилить, наслаждаться жизнью. Многие отмечали, что вот она поэты для пенсионеров. Возможно. Друзья, здесь каждый выбирает из вас сам. Но общаясь с менеджером по продажам, они рассказывают, что ну разный народ покупают. Кто-то с детьми, кто-то постарше, кто-то как инвестицию. 15 минут, а ну 20, ладно, ты доедешь уже до моря. Если 30-40 минут, ты можешь найти какие-то уникальные места, куда многие местные катаются именно купаться. Так как пообщавшись с местным населением, говорят, на центральный пляж общий, куда приезжают туристы, практически не ходят. В основном отправляются на какие-то свои места. Попросили вслух не озвучивать, где эти местные пляжи хорошие. Ну и теоретически вот это пространство можно отдать под спальню ваших детей. Места достаточно, окна во двор, будут сидеть, уроки делать, чтобы не отвлекался. Хотя с таким видом тоже, блин, тяжело будет не отвлекаться. И рядом есть дополнительно комната, назову ее так. Вполне возможно, что тоже подразумевается как гардеробная. Но с другой стороны, вот здесь было бы неплохо, например, сделать рабочий кабинет. Хотя детская, будешь ходить, мешаться. В общем, друзья, мечтайте, рисуйте в голове свою картинку, планировку общую вы увидели. Вот, отличный живой ракурс поймал с коптера. Как это все выглядит вживую. Вон там вдалеке частные дома и там же рядом участки для вилл. Здесь, с левой стороны, мы сейчас зайдем с вами в дома в стиле хай-тек. Это первая очередь, которая строится. С правой стороны от нас таунхаусы. Посередине будет здесь зеленая зона благоустроенная. И рядышком здесь будет построен клабхаус, где будут детишки развлекаться. Возможно, какие-то магазины, еще что-то. Ну и теннисный корр здесь тоже неподалеку. Дома в стиле хай-тек. Арина, расскажи. Я правильно понимаю, что вот эта первая очередь, которую мы показываем, она уже, в принципе, продана. Вот этот дом продан уже под кого-то это все уходит. Ремонт, отделочные работы идут. Стройка идет активно. Но есть дома, которые тоже строятся под продажу. И есть возможность заказать, чтобы построили под меня. Правильно? В какие-то корректировки вносить я могу. Ну да, у нас сейчас 6 проектов хай-теков. Три из них одноэтажные с разным количеством спален и три двухэтажных. То есть двухэтажные, они меньше площади на участке занимают, потому что дома в стиле хай-тек. У них много террасов, много навесов. Это более европейский стиль. И тот, кто хочет разместить, допустим, бассейн, да, те выбирают двухэтажные, чтобы участка была, соответственно, побольше. Есть дома, которые уже подходят к завершению. Ну, буквально 3-4 месяца они будут готовы. И их можно приобрести. То есть цена не меняется от этого. Либо у нас есть далее размежеванные участки. Немногие выбирают по видовым характеристикам. То есть прям шагами ходят, смотрят. Вот мне вот этот дом больше нравится. Выбирает из этих проектов, которые мы предлагаем. Либо может даже свой проект предоставить. Главное, чтобы он соответствовал стилистике. И мы, соответственно, за 14 месяцев этот дом построим. Ну, задержек по срокам у нас нет. Поэтому через 14 месяцев вы свой дом получите. Но в первую очередь вопрос сразу к цене. Площади здесь не маленькие. Вот сколько площадь варьируется? Площади варьируется самый минимальный проект. Это 223 квадратных метра. Из них 130 квадратов это жилой площади. Это самый маленький односпальный. Самый максимальный это 354 квадратных метра. Это двухэтажных. А это из них 318 жилая. Потому что там еще эксплуатируемая кровля, да, крыша. И там, ну, сам проект очень интересный. Очень много спален. Поэтому каждый выбирает для себя. Цена варьируется от 23 до 33 миллионов. Это на данный момент. Но она, безусловно, будет расти. То есть даже если рассматривать с точки зрения инвестирования, как многие сейчас, да, рассматривают. Ну, не будем загадывать. Ну, минимум в два раза цена вырастет, а может и более. Вот, посмотрев на эти хай-теки, чем-то напоминает какой-то Голливуд. Дома красивые, одноэтажные виды. Нам здесь только не хватает пальм. Но сам факт того, что ты покупая недвижимость такого уровня, друзья, да, многие уверены скажут, о, это не дешево. Так плюс еще сколько денег нужно в отделку вложить. Когда недвижка-то дешевая была? Никогда. Звук соответствующий, работа кипит. Ты выходишь через пару лет, когда все достроено, когда инфраструктура здесь полная, гуляешь и наслаждаешься жизнью. Можно покупать не сегодня, когда летит пыль. Можно купить через пару лет, но гораздо дороже. Портрет. Вот иной раз спрашивают, кто их покупает? Приезжают взрослые люди, пенсионеры, средние. Какой возраст вообще? Абсолютно разные. Не могу сказать, что прям конкретно пенсионеры. Там, да, люди разного уровня приезжают. Это и молодые семьи с детками, да, потому что здесь много территории. Климат, да, очень хороший. Климат хороший. И при этом инфраструктура здесь рядом. И школы, и детские сады все рядом. Ну, в двух километрах отсюда все это действующее. Директора всевозможных фирм, да, и тут разные абсолютно. А с точки зрения местное население или со всей страны? Отовсюду. Отовсюду, да? Отовсюду, да, приезжают. Ну, кто-то рассматривает, наверное, как загородный дом из серии на отпуск, да, приехал. Да, кто-то для постоянного проживания, кто-то для временного отдыха, да. Конечно, ну, не могу сказать тут тоже, что прям все будут жить постоянно, но... Ну, а как вот, например, смотри, у вас получается гольф-клуб на территории дома. Вот купила себе этот дом, приехал, там месяц-два пожил. Допустим, уезжаю. Будет какая-то управляющая компания из серии, чтобы, ну, можно там, чтобы газон не стригли, чтобы следили за домом? Ну, конечно, да. Управляющая компания у нас на всех объектах, безусловно, она действует, да, и можно дополнительно, конечно, то, что касаемо вашего участка, да, тут у вас ландшафтный дизайн, и за ним, безусловно, надо следить, это подстригать. Автополив это уже у нас предусмотрено изначально застройщиком. По обслуживанию это, конечно, можно будет договориться с управляющей компанией. То есть они, помимо того, что обслуживают сам коттеджный поселок, будут конкретно и ваш участок дополнительно обслуживать, это без проблем. По коммуникациям, получается, вода, само собой, есть, электричество есть, канализация? Здесь своя единая система очистных сооружений, да, конечно, ее также будет обслуживать управляющая компания, и это будет как централизованная канализация, конечно. А отопление газовое? Индивидуально газовое, да, это тоже преимущество, что не зависите от центральных коммуникаций, включили-выключили, когда вам это нужно. Конечно, очень важен вопрос коммунальных платежей, оплату управляющей компанией, понять, ну вот сколько, но здесь вопрос из серии пальцем в небо, потому что выбор недвижимости большой, что у тебя будет? Вилла, дом, хай-тек, таунхаус, и какой площади, как часто ты там будешь жить, а чем ты там будешь пользоваться? В общем, друзья, сами понимаете, тут ходить вокруг да около не стоит, кому надо будет, они сами под себя индивидуально все смогут рассчитать. Знакомьтесь, Антон Юрьевич, начальник строительства, начальник участка, правильно, Антон Юрьевич? Да, да, все верно. Антон Юрьевич, расскажите, пожалуйста, что строите? Я с вами Будпромаринейн, я человек простой, мы не для телевизора снимаем. Вот люди посмотрят, скажут, фуфло, все не так, фундамент плохой, дренажей нету, ливневки нету, грунтовые воды есть, сейчас поставите, картинка красивая, через три года все это рухнет. Правда ли это? Ну нет, конечно, не правда, 100%. Антон, расскажи простыми словами, что тут у нас? Ну у нас мощные монолитные железобетонные фундаменты, как бы на высокой марке, по прочности бетон, диаметры арматур тоже применены. Большие диаметры, так как, ну обратите внимание, пролетные здания, стиль хай-тек подразумевает, ну сложную архитектуру, хоть и простые геометрические формы, но везде есть свесы, большие пролеты, они без больших диаметров, арматуры и крепкого бетона как бы работать не будут. Есть одна общая система дренажей, ливневых стоков, да, собирается, здесь же несколько водоемов, есть там, ну очистные ливнеприемники, сложная система дренажей тут. Внутридомовая ливневая система, ливневая, будет собираться, ну дождеприемники и сбрасываться в общую систему по всему поселку, везде расположены ливнеприемники с магистральными трубопроводами, где-то открытые вот типа лотки, где-то вот закрытые, как вот здесь трубы, как бы оно все собирается в общую систему и сбрасывается в накопитель ливневых стоков. Мы за счет этого рельефа, где-то по перепадам, по съемкам, по нашим вертикалям, мы будем собирать в нижнюю точку, все как бы, все собирается, вода вверх не течет, она вся идет, течет вниз, мы где-то перехватываем лотками, лотки собираем в магистрали, магистрали сбрасываем уже в накопитель. И кстати, я впервые был в гольф-клубе и будучи здесь, естественно упустить возможность пару раз ударить клюшечкой по шарику, я, или по мячику, вот как правильно, я не упустил. И здесь же мы познакомились с одним очень интересным человеком, который за одну минуту сейчас расскажет вам, как правильно бить в гольфе. Друзья, нам сегодня просто дико повезло, приехав сюда, здесь такой человек, как Антон Самсонов. Я говорю, а кто это? Я же дилетант. А это оказывается самый квалифицированный специалист по гольфу в России. Да, все верно. Антон, дико приятно с вами познакомиться. А можно я вам еще раз руку пойму? Ну развиваем гольф, что делать? Если за границей это все-таки уже немножко развито, у нас гольфу около 35 лет, скоро будет юбилей. И 30 гольф-полей в России, круглогодичных очень мало. Поэтому Раевский, он прямо в центре Краснодарского края, настоящая жемчужина. Антон, к тебе просьба. Кратенько, можешь сейчас дать мастер-классы, серии для новичков? Вот пришел человек, чтобы он хотя бы понимал, как встать, как ударить, и чтобы мы посмотрели, и человек это увидит, скажет, о, блин, в дальнейшем буду знать. Ну что же, уважаемые зрители, сейчас за три удара мы вам расскажем все про гольф. Что нам нужно? Конечно, научитесь правильно держать клюшку. Если вы левша или правша, вы это определите. Мы ее правильно берем. Правая рука, ваша ведущая, должна быть немножко ниже, она будет толкать клюшку. Но первое, возьмите правильно клюшечку и прицельте, сделайте пару вот таких движений. Обычный поворот. Это все, что нам нужно. Если вы немножко наклонитесь и повторите поворот, мячик уже отлично летит, классно, ровно вверх. Далее, чтобы вы били далеко, нам все-таки нужно быть расслабленными. Поэтому несколько раз, вот прям прочувствуйте, что вы чуточку-чуточку расслаблены. Когда гольфисты делают замах, они немножко расслабляют руки, и это дает нам еще больше хлесткости и дальности. И последнее, красивый выход. Когда вы сделали поворот, расслабили свои руки, поверните полностью так, чтобы ваше плечо смотрело на мячик, где он был. И зафиксируйте это красивое положение. Выход, это третий главный элемент. Поворот кисти и красивый выход, чтобы мяч летел еще дальше. Приходите и играйте в гольф, это не так сложно, как вам кажется. Ну и, конечно же, атрибут элитного поселка это своя вертолетная площадка. Она, кстати, находится еще в стадии строительства, потому что она должна быть зоной дозаправки. И здесь должна быть техническая часть для обслуживания вертолетов. Будучи в Москве, я решил позвонить в первое попавшееся аэротакси и поинтересоваться, сколько будет стоить прилететь из Москвы в Анапу на вертолете. Скорость вертолета 250 км в час лететь нам примерно 1000-1200 км. Озвучили как 5 часов примерно. Плюс, само собой, нужно будет делать дозаправки останавливаться. Если лететь на самолете, это 2 часа, но дорога в аэропорт и из аэропорта до местоназначения. И самолет, и вертолет стоить будут примерно одинаково. Цена – миллион, миллион двести. Мы прилетели с оператором обычным регулярным рейсом, билеты туда и обратно за двоих обошлись мне в 9200 рублей. На все про все, до аэропорта, в аэропорту, полет 4-5 часов. Получается плюс-минус то же самое время, что лететь на частном самолете. Но про вертолет я вообще молчу. Вот вам, пожалуйста, предложение на рынке Анапы. Гольф-клуб, на территории которого расположена различного рода недвижимость. Хочешь – покупай готовое, хочешь – строй под себя, вноси корректировку. В общем, друзья, здесь объекты, подчеркиваю, не дешевые в силу того, что и статусность объекта здесь совсем другая. Тем не менее, люди с денежкой находятся, покупают. Мы когда сюда приехали, в офисе продаж – во, народу было. Ну, реально, приходят один, второй, постоянно звонки идут. Но давайте отправимся с вами на другой объект и посмотрим, что можно купить по наиболее доступным ценам. Мы перемещаемся на следующее наше положение – хутор Красный, коттеджный поселок Загород. Вот здесь очень интересная ситуация, потому что он начал строиться в 2019 году. На сегодняшний день первая часть домов уже построена и активно заселяется. Есть вторая очередь, но самое главное, что здесь чуть дальше, я вам показываю кадры с коптера, есть Загород-2. Люди выкупили земельный участок для того, чтобы продолжить это строительство. Что здесь интересно? Ну, давайте начнем с положительного. Первое. Посмотрите, все в едином стиле сделано с точки зрения отделки внешнего вида. Заборы, дома. Ну, действительно, эффектно. Хотя все дома имеют разную планировку, разные участки. Все сделано индивидуально. Люди выбирали, кому как больше нравится. Мы сегодня с вами зайдем вот в этот дом. Пойдемте сперва, я вам покажу, как это выглядит внутри. И пообщаемся с Ариной, чтобы она нам внесла ясность, что здесь планируется строить, какие деньги берут за эти строительства. Ну, а дальше будем общаться с их местным прорабом. И вот отличные показатели, когда дом покупает сотрудник компании. Вот этот дом принадлежит действующему сотруднику компании. На момент, когда здесь было просто чистое поле, она за этот дом с участком отдала 8 миллионов рублей. Я спрашиваю, ну вот в твоем состоянии примерно, у нее еще не доделан ремонт на втором этаже, сколько бы это стоило? Она говорит, ну 15-16. Пожалуйста, заходите ближе. Что нас встречает? Коридорчик. Здесь у нас идет лестница на второй этаж. Помните, я вам говорил, что здесь, как правило, в таких местах делают кладовки. Пожалуйста. Вся домашняя утварь спрятана там. Скрипят петли ВДшечкой и скрипов не будет. Проходим дальше. И тут нас встречает огромное пространство. Ну, действительно, большое это зал с совмещенной кухней. У нас получается угловой такой вид. То есть у нас раз окно и два окна. Окна панорамные. Друзья, кухня светлая. Ну, покажи, пожалуйста. Мечта хозяйки. Я вот сюда представляю, вот в этом доме прям действительно какой-то уют уже есть. Хозяйке дома огромное спасибо за то, что разрешила сюда зайти. Ну, вы посмотрите. Живешь на юге. Зимы не бывает. Ты проснулся, сел с детьми, с семьей. Друзья приехали из холодных-то городов. Эффектно. Эффектно, друзья. Первый этаж, соответственно, получается зал плюс кухня. Здесь у нас идет хозяйская спальня. Я приоткрою так слегка дверь. Нам разрешили. Но заходить мы не будем. Все-таки спальня. Как бы вот тут все. На две кровати, пожалуйста. Мы сейчас с вами отправимся на второй этаж. Там еще пока что идет ремонт. И там я вам хочу показать, какой вид открывается с балкона этого дома. Вы просто офигеете. Поднимаясь, тут нас встречает ряд комнат. Но самый прикол здесь именно это вид с балкона. Давайте, наверное, с него и начнем. Так, пойдемте сюда. Первая комната небольшая раз. Вторая комната побольше два. Моделируйте под себя. Мы вам кратенько перебивкой показываем, как это выглядит. Где у вас была бы спальня. Где у вас была бы детская. Где у вас был бы рабочий кабинет. Но вид с балкона есть вот свой жирнючий плюс и маленький минус. И выходя на балкон, сразу видно, что покупал сотрудник. Продуманный человек, уже с опытом. Это угловой участок. И перед вами открывается первое. Вид на горы. Раз. Дальше. Вид на город. В вечернее время, когда все это подсвечивается, это тоже действительно красиво. Пруды есть. Поля есть. И самое главное, друзья, море. Ты можешь стоять утром, днем, вечером и наслаждаться морем. Я вам сказал, что здесь есть минус. Вот и отмечу. Во многих поселках этого уже не делают. Так, например, линия электропередач. Провода идут по верху. И, соответственно, когда смотришь, визуально, ну, не очень красиво. Как-то перебивается, что провода есть. На будущее вообще здесь идеально, если бы все это было бы пущено под землей. Вот тогда было бы просто пушка. И вот что интересно. Буквально за два часа до выезда из Анапы пообщался еще с одним сотрудником застройщика, где обсуждали как раз вот эту проблему. И он говорит, так у нас на второй очереди этого уже не будет. Я говорю, как? Он говорит, все, будем тоже пускать все по земле, чтобы никакие провода не торчали. Но сам факт эстетики вот этой, он присутствует. Если кто-то будет сам себе строить дом, друзья, я вам сразу рекомендую. Все вот эти провода пускайте по земле, чтобы над вами вот эти веревки не висели. А так, по всем остальным вопросам, просто ты вдумайся. Ты покупаешь себе домик, сел в машину, 15-20 минут ты в офисе. Да даже до города здесь. Ну, ладно, бог с ним, 25 минут ехать из дома до города. Тем более здесь дорога-то вот прямая. Как говорят, особо пробок нет туда на въезд. И все будет шикарно. Ну, это, конечно, меня объект прям очень сильно впечатлил. У нас, получается, мы вышли отсюда. Балкон общий с большой комнатой. Заходим сюда. Здесь действительно достаточно пространства. Но самый прикол в том, что окна его открываются на детскую площадку. Соответственно, как семейный дом, вот такое решение. Ты приехал, находишься на кухне, поднялся на второй этаж. Ты видишь, как играют твои дети. Ты вышел из калитки, тут же видишь своего ребенка. Поселок закрытый, то бишь здесь нет сквозного движения. И такое, что постоянно под окнами будут носиться какие-то непонятные машины. Здесь этого не будет. Так вовсе там на въезде стоит шлагбаум. Исключительно только жильцы этого поселка. Да и вообще в целом, по оттенкам того, как делают здесь ремонт, я прям уверен, что это будет шикарное жилье, куда ты будешь возвращаться домой и наслаждаться. В солнечных тонах таких, в теплых, в приятных. Вот смотрите, ванна. Она еще в процессе ремонта. Окошко у тебя на стене. Ну реально круто. На потолке точнее. Ну реально круто. Как бы вот этот дом прям действительно он уютен. 138 квадратов. И хочется сказать, а больше-то и не надо. Кто-то скажет, вот 200, 300. Да куда? 138. Вот у каждого своя комната. Есть общая зона, есть все есть. Абсолютно в каждом видеоролике я всегда стараюсь быть объективным. И понимаю, что интересно смотреть, когда есть плюсы и минусы. Когда мы приехали сюда, я действительно был приятно удивлен, что прям красиво, особенно в этом поселке, вот эти дома построенные. Решил зайти почитать комментарии, отзывы про застройщика. И что я увидел? А увидел я подобные отзывы. Вот посмотрите, суть претензий прям копировать, вставить. Что делать с собственником в КП за город с постоянно затопленными септиками. В общем, все, что связано с водой и водоотведением. И я решил, а почему бы такой хороший вопрос не задать представителям застройщика? Водоотвод. Вода вытекает и дальше она просто уходит в грунт. Такое частенько можно встретить. Дальше. Вот у нас идут, например, дороги по поселку, но нету ливневок. И он говорит, все плохо, все в воде. Я думаю, надо же этот вопрос разрулить. И у нас, смотрите, кто есть. Роман Дайкович. А Роман Дайкович, это главный инженер, ребята, по компании строительной. Роман Дайкович, вот мы с вами разговаривали. Насколько страшно то, что сейчас вода уходит в грунт? Вот люди пишут, что вода поднимается, дом в воде стоит. Ну, смотрите, изначально, когда планировалось строительство, когда разрабатывался генплан всего этого поселка, вся система ливневой канализации, так сказать, дождевой, планировалось ответить на рельеф местности и дальше отводилось в определенные места. То есть весь поселок построен с учетом всего этого рельефа. То есть вода нигде у нас не останавливается. Также, что касаемо дворовой территории, то есть часть воды отводится на газоны, часть воды по естественному уклону уходит за территорию двора, дальше по дорогам уходит за территорию данного поселка. Вопрос, а правильно, что она уходит по дороге? Ведь везде же делают ливневку, насколько я знаю, и вы в дальнейшем планируете ее делать? Да, то есть в дальнейшем планируется в тех местах, где возникают, ну, то есть с учетом того, что проводились гидрогеологические изыскания, то есть в данном этапе не было предусмотрено эти системы. То есть она не регламентирует, то есть строительные нормы не регламентируют обязательно ее применение и строительство. Поэтому в данном поселке все работает по естественным уклонам. То есть в тех местах, где у нас проявилось это, то есть мы разработали техническое решение, в котором предусмотрено отвод этих ливневых стоков, то есть устройство дренажей, лотков дождевых и отвод стоков дальше уже за территорию данного. А вот на момент строительства, как я понял, вы делали все исследования, и тогда не было такой проблемы с водой? Это потом, когда нужно начать строить? Да, естественно, когда проводилось перед строительством, всегда проводится гидрогеологическое изучение почв. Для того, чтобы это, во-первых, для чего? Для, обязательно для фундаментов, то есть для разработки применения фундамента. Сейсмичность определяется, то есть в том числе. И поэтому на тот момент не было определено, определено, что данные грунты имеют высокий уровень водонасыщения. В процессе, может быть, в процессе, я не знаю, природных каких-то явлений, то есть вот возникла такая ситуация, плюс еще в связи с чрезвычайной ситуацией, вот бывшая у нас территория, то есть эта ситуация показала, что есть какие-то места, где нужно усилить это все. Кстати, вот это вот затопление, которое по Анапе было, оно же, в принципе, как я понял, вот этот непосредственно ваш поселок особо-то и не коснулось. Нет, коснулось. Я имею в виду с точки зрения урона. Урона не коснулось, это значит, это показатель того, что здесь сделано все грамотно и правильно. А вот сейчас рядом строится у вас вторая часть, правильно? А там-то вы будете уже сразу? Вторая часть, вторая часть уже с учетом тех, так сказать, мероприятия, которые здесь проведены, с учетом того, что мы здесь уже изучили, изученности, то есть мы там дополнили, то есть мы там будем разрабатывать, у нас будет или система ливневой канализации, будет централизована система водоотведения, то есть не будет септиков у людей во дворах, как здесь у некоторых, в которых есть, да. Ну вот, идет, и, допустим, хозяйка этого дома говорит, что вода поднимается, но не переливается. Ну, принцип работы септика, он здесь чисто биологическое очистение, очистка идет, и, то есть на выходе возникает чистая вода, которая дальше уходит в почву, то есть это допускается, и на частных домах особенно. Но мы, чтобы уйти от этого, и людей в том числе, ну, чтобы не возникало больше таких вопросов, то есть мы пришли к тому, что сделать это централизованно. Поэтому на Загороде 2 уже будет все это более... Я понял. Человек писал, что я приехал, дома у него в воде стоят. Что он имел в виду? В воде дома стоят, я объясняю. Подвалов же нет у вас? Подвалов здесь нет. То есть дома в воде стоят, он что имел в виду? Что, если вы можете обратить внимание, что весь периметр дома, то есть идет цоколь, который, ну, как фундаментом является их забору. И, то есть, вот, когда возникла эта чрезвычайная ситуация, то есть большой поток воды получается как корыто. И чтобы в воде уйти, то есть по естественному уклону, то есть у нее два выхода, то есть ворота и калинка. То есть когда обычный дождик идет, она спокойно растекается, все. Когда вшел ливень, то есть это, ну, чрезвычайная ситуация, то есть вода не успевала уходить, и начался и уровень подниматься. То есть визуально, когда, допустим, люди там снимали видео, кто-то фотографии, то есть сказалось, что да, то есть стоит дом в воде. Но после того, как дождь окончился, прошло там час-полтора, и вся эта вода просто ушла где в почву, где естественным уклоном бежала дальше и ушла. Роман, я прекрасно понимаю, что вы сотрудник компании, но в целом, вот у вас 15 лет опыта строительства домов. Я смотрю, все дома сейчас у вас здесь на юге построены из камня. Да. Вот мы общаемся с людьми. Да, почему не строят, например, каркасники? Ну, во-первых, кирпич – это уже проверенный временем материал. Во-вторых, это эстетично смотрится. Ну, и по теплоизоляциям, по сейсмике в том числе. Потому что у нас, если вы знаете, здесь сейсмичность 9 баллов в нашем районе. Поэтому здесь делается акцент на то, что дома были крепкие. Крепкие, теплые, надежные, ну и красивые. Потому что кирпич, по крайней мере, мы считаем, что это один из таких. В любом случае, вам спасибо за ваш комментарий, потому что все-таки вода для дома – это всегда страшно. Люди писали, вот вы развеяли их все сомнения, что дом стоит и простоит, к сожалению, все наши с вами жизни. Арина, мы находимся на загороде. Вот у вас сейчас выкуплен еще участок 10 гектар, загород 2 будет строиться. А можешь вот кратенько рассказать, какие там вообще водные данные, какие площади участков будут под людей, что, почем, сколько строится по времени и по деньгам самое главное? Строится это также 14 месяцев, как и говорили мы ранее. Разделены участки всего, массив разделен на 86 участков. Участки есть от 4 и до 9, до 10 соток. То есть человек может выбрать любой, также может объединить какие-то два участка. Всего 21 проект домов. На данный момент они в процессе добавляются по пожеланиям родным клиентов. То есть они идут также от 80 до 180 квадратных метров. И также на территории будет расположена детская площадка, как это и в загороде 1 мы видели, да, то есть там и фонтан, и детская площадка у нас. То есть это предусмотрено. А вопрос, они будут также в таком же стиле строиться, из белого кирпича? Они будут из белого кирпича и немножко доработаны, то есть там будет немножко поинтереснее, наверное, то есть потому что добавлен на входную группу коричневый кирпич, изменена крыша, то есть там будет не металлочерепица, а мягкая кровля, тоже коричневого цвета, то есть более теплые тона, и тоже смотрится довольно интересно. По деньгам. Вот на сегодняшний день вижу поле, несколько домов уже начинают поднимать. Минимальный дом, какая площадь? Минимальный участок на данный момент это 4,5 сотки, минимальный дом 80 квадратов, стоимость у него 8,800. Цена фиксируется, правильно? Да, цена фиксируется при заключении договора на этапе бронирования, как бы она у застройщика не поднималась, для клиента она уже остается единой. И хотелось бы отметить, что не так давно мы стартовали продажи, их всего 86, из них уже порядка 27 уже продано. То есть 30% уже продано, да, вот за буквально короткий период времени, его ждали и сейчас очень активно его раскупают. Это очень крутая тема для тех, кто проживает в Анапе и подобных городах по России. Представьте, вот я вам показываю кадры. То есть ты живешь в квартире, а то ты продаешь квартиру, либо ты там скопил, доплатил, либо ты взял ипотеку, и ты переезжаешь в дом. Очень часто, знаешь, встречается вопрос в сфере, 4 сотки так мало. А когда ты в квартире живешь, у тебя хотя бы пол сотки есть, ты представь, ты вышел, у тебя открытое пространство, у тебя машина при тебе стоит, закрытый периметр твой, да ты наслаждаешься жизнью. А больше площадь, да пожалуйста, плати, будет больше. Ну вы знаете, сейчас на данный момент люди развивают эти сомнения. 4 сотки это просто раньше привыкли к огородам и так далее. Но так как в Анапе все эти овощи, фрукты, это довольно по доступной цене. И все это можно купить у фермеров за, ну скажем, копеечные суммы. Поэтому люди сейчас адекватно 4 сотки, они высаживают газоны, они делают зоны барбекю, это дом для отдыха. То есть это не так, чтобы там плантации картошки высаживать. Это конкретно дом для отдыха. Он находится в близости города, в 5 минутах у нас находится Анапа, это всего 6 километров. В 2,5 километрах здесь находится море, его отчетливо видно отсюда. То есть можно даже и пешком, и на велосипеде прогуляться. Не знаю, конечно, как вам, напишите ваше мнение в комментарии. Но мне вот сам объект понравился с точки зрения своей атмосферы. Дома из белого кирпича, вот коричневый забор, ну вживую смотрится эффектно. Отпечаток накладут эта стройка постоянно, вот мне не нравится. Хочется, конечно же, приехать на все готовенько, чтобы уже все было благоустроено, стройка закончилась, но при этом купить по цене котлована, когда еще в чистое поле. Поэтому предлагаю вам отправиться на третий объект с самой доступной ценой у этого застройщика и посмотреть, как это выглядит. А мы с вами перемещаемся в район поселка Семигорский. Чтобы вы понимали, буквально 10 минут езды на автомобиле от того места, где мы были только что. Почему Семигорский? Обратите внимание, на нашем фоне красивые горы. Семь гор, отсюда такое название. Здесь будет поселок коттеджный, который будет называться Семигорье. И вот именно здесь, на сегодняшний день, у данного застройщика наиболее выгодное предложение купить жилье. Как оно выглядит? Примерно вот так. Опа, и мы на вашем потенциальном участке. Сейчас только объявлен старт продаж. Пока что делают разметку, где будет идти дорога, делят участки. План я вам вывожу на экран. Самый доступный дом на сегодняшний день здесь, это 79 квадратов, одноэтажный, на участке 5 соток. По цене 6 миллионов 900 тысяч рублей. У нас площадь застройки здесь более 40 гектаров. Из них вот наша изюминка, что порядка 5 гектаров выделяется под большой аквакомплекс. Это будет аквакомплекс закрытого типа. Многофункциональный развлекательный комплекс. Здесь будет торговый центр, кафе. То есть это все можно будет посетить жителям поселка. Здесь будут находиться отдельно стоящие дома по площади от 80 до 180 квадратов. И в принципе мы готовы рассмотреть и проекты клиентов. Здесь будут находиться таунхаусы и небольшие четырехэтажные дома. Их будет несколько, то есть они абсолютно будут не нагружать пространство. Будет идти большой естественный канал через весь комплекс. То есть это будет в красивом оформлении. Очень много ландшафтного дизайна. Он у нас в принципе всегда входит в стоимость. И по самой территории поселка очень много будет ландшафтного дизайна, очень много зелени. А есть какая-то вообще информация, с чем это связано? Почему не 12? Почему не 24? Если объект готов раньше, мы его ни в коем случае не держим. Мы его передаем клиенту. На 14 месяцев в принципе у нас сроки всегда берутся запасом. Потому что так как это новый массив, сейчас как вы видите прокладываются дороги, прокладываются коммуникации. Уже началось строительство нескольких домов. То есть уже котлованы есть. Поэтому если он будет готов раньше, мы с удовольствием передадим объект раньше. А по коммуникациям? Поле чистое. Ну вот покупая допустим тот же самый дом, но я вот для того, чтобы было с чем сравнивать. Дорогие дома мы сегодня посмотрели, увидели. За 6 900 я покупаю себе 80 квадратов одноэтажный дом, а у участки 5 соток. Верно. 5 соток. Что будет? Электричество, канализация, газ. Все центральные коммуникации, центральная канализация, вода опять же более 100 метров скважина. Здесь такая же как и там абсолютно. Центральный газ, то есть индивидуальное газовое отопление. И ландшафтный дизайн придомовой территории. То есть это тоже входит обязательно в стоимость. То есть вы уже получаете, вот как на картинке в красивом виде, с зеленой травкой, с забором, с освещением. Что плиточка выкладывается под машиноместо. Сам дом будет при чистовой отделке. То есть клей обои, пожалуйста. Ну короче условно 7 миллионов отдал. И дальше ты платишь исключительно за ремонт внутри, чистовая отделка, плюс мебель, ну стандартная вещь. Короче, друзья, если так, просто плюс о нем по-быстрому, плюс 3-4 миллиона. Итого 10-11 у тебя хороший ремонт внутри, у тебя хорошая техника, все новое. И ты заезжаешь, живешь. Дорого это или дешево? Ну насколько я знаю, ты занимаешься недвижимостью уже 5 лет. Вот в целом по краю, вот за такие дома, сколько это примерно стоит ценники? Вот так плюс-минус расскажешь? Сейчас для такой инфраструктуры эта цена недорогая, это стартовая цена. И она безусловно будет расти. Те, кто рассматривает для инвестирования, плюс-минус каждые месяца 3 в среднем цена там тысяч на 300 поднимается. Это ну как бы плюс инвестору. И плюс тому, кто покупает, да, все равно когда недвижимость растет в цене, это приятно. Ну конечно. Да, поэтому здесь как бы это сейчас для этого места эта цена недорогая. Хочу задать вам как начальника участка, вы за этим всем следите, а какие гарантии того, что вообще дома построят качественно? Как вот происходит? Сейчас работает техника, выравнивают, начинают рыть, фундамент сделали, кто-то как-то проверяет, начинают поднимать стены. Расскажите вот про этот момент. Ну конечно, поэтапный контроль происходит. Кроме того, что я тут и мастера-прорабы находятся постоянно у нас. Вот там бытовой городок, прорабки, переговоры мы еще делаем для связи с дольщиками, чтобы в процессе даже строительства какие-то вопросы будут возникать, сразу их регулировать. И там служба технодзоров тоже есть, и поэтапно как бы проводится контроль, там ниже нуля отработали по земле, там начиная мармирование, завязали там фундамент, его все это предъявили, залили бетоном. И так поэтапно, поэтапно контроль производится как бы постоянно. То есть вот не приступаем к последующим видам работ, пока не сдадим предыдущий. И все это как бы наложено на график, вот про эти 14 месяцев, то есть у нас все в соответствии с графиком, мы его тут контролируем каждый день. Вот если, допустим, человек сильно переживает, то он говорит, да-да-да, они там все плетут на камеру, рассказывают, что все здорово, я хочу присутствовать лично. Вот к примеру, я покупаю у вас дом, пусть это будет 80 квадратов. Я хочу раз в месяц приезжать на объект, выходить, смотреть. Такая возможность у меня есть? Да, я всегда здесь. У нас, я же говорю, есть там переговорная как раз для связи, так скажем, с общественностью, что мы приехали, посмотрели какие-то вопросы. У нас есть там общий журнал, там замечаний, пожеланий, каждый человек индивидуально по-своему. Да, да, конечно, как бы только, ну, это же дом для человека, как это, ну, дело всей жизни, он там, кто-то может покупать их там пачками, а кто-то вот на Дине, он, у него куча вопросов там, вот от расположения там, а любой там строительство начинается с расстановки мебели, и он уже в голове все у себя поставил, он хочет, чтобы у него было идеально, и поэтому как. Друзья, в общем, картина такая, вот так выглядит то, что доступно по цене. Этап чистого поля. Хочешь, вкладывайся. Естественно, многие могут переживать, говорить, а мало ли что, ну, когда все будет стоять, ценник уже будет не 6900, а даже страшно называть, неизвестно, что будет завтра, поэтому будем отталкиваться от того, что имеем сегодня. Пока я монтировал этот сюжет, размечтался я, конечно, по полной программе. Вот послушайте, из трех объектов, которые мы увидели, лично для себя я запал душой именно на этот объект. Почему? Ну, вот смотрите, покупаешь здесь домик, 80 квадратов, я смотрю на такой, этого более чем достаточно. Пять соток, приехал, у тебя свой дом, своя терраска, шашлычки, самое главное, что ты выходишь, у тебя перед домом шикарный вид на горы, хороший воздух, на территории у тебя будет аквапарк, куда можно с детьми на юге-то пойти поплавать, магазинчики и так далее, вся тут мелочевка из инфраструктуры, само собой есть. Прыгнул на машину, поехал на море. На какую машину? Детей отправил там с женой на самолете в Анапу, сам сел на машину, приехал туда. То есть, в этом плане тоже свой плюс есть. Вот, знаете, хейтеры скажут, Машков, да ты же все прорекламировал, вот ты всем покупай, покупай, купи сам, а я бы и купил. Вот серьезно говорю, вот застройщик, уважаемый, давай меня к себе на рекламу, я буду с удовольствием приезжать, показывать все этапы строительства дома, как это происходит и сам там буду жить. Потому что сегодня у меня, например, дочери один год и четыре месяца, пока дом построится, пока построится инфраструктура, там пройдет, ну два, ладно, хрен с запасами, берут три года, как раз ей будет пять лет, а это время, друзья, пролетает вот так, по щелчку пальца. И уже ты приезжаешь на готовое, живешь, наслаждаешься жизнью. Напишите ваше мнение в комментариях по всем объектам, что вы думаете, но вот этот лично я для себя увидел прям самым таким интересным объектом. Итак, друзья, самое время сделать выводы. В этом сюжете мы с вами зарядились солнышком, посмотрели интересные объекты по недвижимости. Самый такой гвоздь нашей программы это гольф-клуб Раевский, где действительно можно в кайф не только время провести, но и жизнь свою проводить. Также мы посмотрели с вами более доступные участки, которые сейчас находятся на старте продаж. Покупай, жди, живи. Посмотрели готовое решение. Я прекрасно вас понимаю, что недвижимость это вот такая тема, про нее можно очень долго говорить. Тем более, когда мы приехали в Анапу. Огромное количество людей писало, приезжай к нам, приезжай туда, приезжай сюда. Времени на все нужно, просто вагон. Но я надеюсь, в этом ролике вы увидели сейчас что-то новое, почерпнули идею. В любом случае, все на ваш суд. Ссылочку в описании я оставлю, чтобы вы могли перейти и познакомиться с застройщиком, узнать про объекты что-то более детально. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч, всем пока-пока!